Таран-таран, с вами Риран, мультиреакция, смотрим с вами что? Кей-поп новинки, но зачастую не только кей-поп, а мультиреакция. И, конечно же, читаю сообщение, которое вы мне прислаете по донату. Первая заявочка, пожалуйста, от Валюши. Читаю. Недавно дебютировала еще одна девичья группа, называется она Бо-Ка-Бу. Не знаю, есть фишечки в песне, которые мне понравились. Желаю всем хорошего настроения и, как обычно, сердечки и теплые пожелания от Валюши. Опять же, девчонок, не знаю, недавно дебютировали, это ли дебют, да, нет, скажите мне. Но, видимо, мне почти кажется, да, 25 октября случился релиз, прям горяченький. И более 4 миллионов просмотров, что очень клево для группы дебютанта. Давайте смотреть. Ой, там у вас шапка. Слушайте, прикольно сделали с этим открывающимся кадром. Ух, она такая идет, вы видели? Сейчас я потерю заколку сзади. Надо меньше танцевать. Дебенки побежали, побежали. У нее кот в руках, голова кота. Опа! А машины как стоят, вы гляньте. И рисунки такие, как будто кого-то расплюснуло. Они не с того же автобуса выходят, из которого стройки с кадром. И не тем же рейсом они прибыли. Какая-то тут у нас, это, загадочная страна. Или место. Девочки одеты тут в стиле школьниц-студенточек. Не могу, не получается у меня сформулировать в своей голове, мне да или нет. Прикольный момент был в песне с подвожкой звуковой. Так, ну, наверное, наверняка скажу, мне нравятся сами девчонки. И мне нравятся вот эти вот фишечки, вот такие, которые добавляют сюжета в клик. Как будто бы это у нее сумочка из Толя. Из Толя сумочка. А там на фен было похоже. Вот тут. С зереной муними, да, видимо? Вот этой девочке у блондинки такая яркая внешность. Ух! Уморилась сбежать. Да, и в хореографии вот эти вот фишечки тоже прикольные. Какие же у тебя большие глаза. Очень, очень мне сейчас нравится. О, глянь, вот отражение. Отражение не совпадает с ней. Ох, тут наконец. Я так люблю всякую крепотцу, поэтому... У меня вот тут прям... А тут как в американском кино, да, в каком-то? Так они это, вроде как все приехали по одной штучке на машину. Слышали этот звук? На фоне, как он назывался. Это что за провидение там выражают? А, не охотницы за вот этими всякими монстриками, судя по всему. Которые каким-то образом попадают в этот мир. Да, он же даже похож на этого, как его звали там, Хаспер. Нет? По-другому как-то? Ааа, как миленько. Опа. Так, хорошо. Я могу сказать по заключению этого клипа, что мне понравилось. Самое, наверное, главное, помимо тех плюсиков, которые я уже озвучивала, или минусиков, да, во время просмотра, прям почувствовался характер группы. И это для меня важно. Это те самые изюминки, про которые я уже ранее говорила. То есть, если мне скажут, помнишь, ты смотрела вот этот клип, и там покажут мне начало, или скажут название группы, возможно, я даже это запомню, то я сразу же вспомню и привидение, и то, как она бегала вокруг фонтана, и девочку с плеткой, вот это в последних кадрах, и прикольные кадры на качелях и возле зеркала. То есть, у меня уже сложилось, вот, наверное, благодаря сюжетинности клипу, ощущение девочек. И, с одной стороны, они были дерзкие, но как-то совсем в меру, знаете, так по-доброму дерзкими. Вот это вот я почувствовала. И в каких-то кадрах они даже выглядели нарочито дерзко, и при этом потешно. И вот классно, классно обыгрывать такие эмоции. Поэтому у меня релиз, наверное, вот прям орался. И песня цепкая. При певе цепкая, в хореографии в некоторых кусочках цепкая. И по масштабу локации все хорошо. Камера была не слишком у нас динамичная, но тут и не нужно было. У меня, наверное, не все локации, не везде цветокор, вот, в начале. Потом мне уже все понравилось. Следующая заявочка тоже, Валюшка Лива, я тебе читаю. Привет, Ари. Привет. У Омега-Экс вышло новое видео. Оно будет снова ближе к перформансу. Ребята показали энергичный танц. Называется... Ребята, прям после дебюта, вы чувствуете, как частенько, а не частенько? Есть уже реакции на них ранее, поэтому... О, подожди, не начинайся. Слушайте, там уже первые ноты, меня чуть только что не вынесли. Хорошо, ладно, давайте меньше болтать, быстрее смотреть. Погнали. Не, начали прям сходу, да? Я про музыку. Прикольный момент вот этот в хореографии под музыку. Что тебя так одел? Иногда у меня такое ощущение, как будто они такие сидерские, где-то на детской площадке, вот тут по себе пляжут. Вот, наверное, пляж. Хочу припев, пока что мне нравятся песни это. Хорошо, ладно. Давайте я не буду придираться, вообще, в принципе, у меня есть где-то, что сказать. Я хочу сказать про мантичек. Видно, что они прям с собой тянут вот этот клик, вот в мордахе, то, как они двигаются, вот эти вот их жесты. Что-то мне так, все равно кажется, что им там мало места, чтобы танцевать. А там кто-то стоит заде, наверное. Кто там сзади стоит. Ну вот, чувствуете вот это чувство, когда мы приближаемся к припеву, и уже прикольно идет распев такой, и ты прям сидишь и реально ждешь этого момента, когда начнется припев. Вот это клево. Вот этого мальчика прям много во второй половине релиза клипа. Ты всех раскидал. Класс. Короче, особенно мне здесь нравится именно песня и ребята пляшущие. Причем мне там не сильно могу понять, что хореография к чему. Некоторые моменты там, где под музыку они делают вот так. Вот, ну, вокации тут, ну, просто подобрали, симпатичнее. Вокации на открытом воздухе. Одели их и поставили плясать, ну, окей, хорошо. Хорошо. Испачкайтесь. Там же что-то в белых костюмах. Угу. Как будто потом стирать-стирать. Ну, блин, песня прям суперская. Вот прям реля. Вот все. Хочу. Хочу себе эту песню. Мальчики хороши. За некоторыми заметила, что не хватает все-таки эмоций некоторым ребятам. Просто они выглядели. Я видела, как старались, но не дохватало в некоторые моменты. И прям иногда чувствую, что прям подрезали так мальчика, пускали следующий кадр. Потому что, ну, ну, а некоторые прям вот очень хорошо, ребята. Прям вышли и зашли. Я так понимаю, это же не заглавка, ничего. Ну, мне так кажется, я так подразумеваю, что это один из дополнительных липов, снятых на их музыку. Для такого релиза очень все клево получилось. И хоть вакации все были просто подобраны, вот, всякие разные, их было там достаточно. И они были хороши. Они были разные. Это ночной город, это пляж, эти какие-то вакации ресторанные там, как я понимаю. Ну, там где-то на свежем воздухе, на веранде, ну, как это называется, на террасе, да? Или еще где-то. Хорошо, хорошо. В принципе, окей. У нас есть еще кое-что. Светик, читаю. У Tomorrow by Together очень вышел клип кинематографичный. И за ребят до конца клипа переживала. Что это значит? Мне тоже начинать? Хорошо, Валюш, ты тоже пишешь. Нет слов, одни эмоции. Это великолепно. И одни эмоции дальше в комментарии. И смайлики. Эмоции и смайлики. Это Frost, ребята, у нас. Official Music Video. Прям, ну, ждала конца уже реакции. Потому что из-за всех всего, что мы с вами сегодня смотрели, это, конечно, для меня было максимально ожидаемым. Сверенький релизик, да, у нас. И я даже, не знаю, надо мне еще что-то здесь говорить. Я уже начинаю переживать. Еще клип не начался, а я уже. Все, меня настроили. Я смотрю. Пока время дошло до публикации этой реакции, пришло еще несколько заявочек от Елены, красавиной. Читаю. Привет, Ари, не могла удержаться от доната. Пришла к тебе с Tomorrow by Together. Это лучшее, что я слышала за последнее время. Однозначно в мой плейлист. Мне терпится узнать твою реакцию. А я уже посмотрела. И прям мы сейчас посмотрим с вами вместе. Ну, а есть еще заявочка. Она пришла от Anonimo. Ты пишешь, Ари, надеюсь, тебе сейчас тепло. Да, мне как раз сейчас, в самый раз. Я хотела бы увидеть твою реакцию на Frost Music Video у Tomorrow by Together. Нам показали, как взрослые мальчики уже контролируют свою магию. Но сколько еще всего. Приятного просмотра. Спасибо большое, ребята. И огромнейшая благодарность моя вам за то, что, во-первых, Tomorrow by Together поддерживаете. А также меня и мой канал. Отправляю вам лучики тепла. А сейчас давайте посмотрим. Поехали. Ух ты, гляньте, с бабочек. Ну, ничего, графика такая была. Не даже прям это, но под такие цветочки... Все мерзнет. О! О! Начало просто выносит... Боже, у Бомги еще длиннее волосы. Я не могу. Мне кажется, я... Я боюсь говорить, ребята. Мне хочется слушать. Насколько ребята эмоционально передают песню голосом своим. Конечно, это все к их вселенной. Собачка там, глянь. У-у-у! Бомги! Начали какую-то палатку подозрительную. Не ходите туда! Ого! Вау! Атмосфера и музыки в клипе, ребята! Опять! Я могу точно сказать, что это один из шедевров очередных от Tomorrow by Together. Посмотрите, с какими они мордахами сидят. Ух ты! Ё-моё! Кто у нас там? Мафия! Собака вокруг меня убегает. Какой голос! Просто там разрыв! О! О! Ой! Ты, Хён, слезай! Не, не слезай! Светка сломается. Эти вороны! А! Исклеванная! Как будто бы рука у меня аж мурашки побежала. Пока что по одному плечу. И там Хюнин возле какой-то тоски, зеркало. Ой! Ну! Правда, очень переживательное кино у них получилось. То есть это вошадь? Кто это все придумывал? Посмотрите, там все глубже и глубже. Хюнин такой. Не поспевает сам за собой. Ай! Прям как будто бы... Ай! Крылья. От это... От песчаной овуря. Как в мумии. О! Да елки-маталки! Сколько можно нервировать-то так! Посмотрите, они как будто бы опять пробудились. Ой, какой он страшный там! А, они собачку с собой не взяли? А, ню-ню-ню! Короче, они возвращаются обратно. Все, у меня опять мурашки-мурашки-мурашки-мурашки-мурашки-мурашки! Вернулись! Значит, где были? Рассказывайте! Прихватил книженцию! Это музыка! Это просто... Я уже думала, все, мы отмучились! Нет! Что бы значил этот последний... А, еще не последний, да? Это Black Mamba? Нет! Это конек-горбунек! Я поняла. Блин, ребята, а что тут вообще говорить? Из чего начинать? Я не понимаю. Песня, тушу раздирающая, вокал, я уже сказала. Ребята, настолько вложили резкости в свой голос, столько эмоций, как будто бы пока не записывали, их резали не меньше. Не меньше. Во время пыток, понимаете, этот трек записывался. Это все так передается через музыку, через басы, и настолько классно распределены фишки в течение всей музыки, что вот так прям волнами мурашки накатывают. Это все сопровождается кино, значит. Кино местами, да, у нас чередуется привычная нам реальность, такая, ну прям typical, с моментами, где мы погружаемся в какую-то вселенную. Хорошо, пусть будет так. И есть вот это вот разительное ощущение, что тут у нас такой лайфстайл, а тут у нас Гарри Поттер вдруг неожиданно, да. Вот, то есть даже по цветокору, по всему. Моменты с собакой, моменты, где у них индивидуальные фишечки, да, у каждого там свое, и у каждого настолько проникновенно. Вначале пока не забыла вот это вот поле с цветами серыми, с фиолетовыми. Многие кадры здесь нас отсылают к прошлым их интриахам, к релизам, к видосам сопровождающим, к каким-то тизерам, да, там, где, например, у нас Йон Джун сидел на стуле, да, и были вот эти цветочки похожие. В общем, да, естественно, это все по их вселенной, они у нас продолжают куда-то между мирами скакать туда-сюда, их старый мир, их новый мир, или не тот, не тот их мир, не их мир, ну, неважно, как я это скажу, все равно от этого легче не станет в этой ситуации, чтобы разобраться. По индивидуальным историям давайте попробую выразить, какая мне с бумгью там, где пасочка в пасочке, шкатулочка в шкатулочке в шкатулочке, естественно, хюнинг, где появляется сзади него, за зеркалом. Опять же, чувствую здесь пересечение с его индивидуалкой, там, где он на небесах был, она была самая такая вроде как безобидная, да, индивидуальная, шматочек был с ним, кусочек. Тут это в крепотцу добавили очень жестко. С Тэхёном, который висел там где-то, прям очень клево сняли. У Йонжуна, там, где он хватает, вот этот бежит тоже, да, кого я не упомянула. У Субина какая-то локация была, надо мне еще раз пересмотреть, я не до конца прочувствовала конфликт в его конкретной там истории, но мне кажется, я всех упомянула, ни про кого не забыла, не обделила. И, конечно же, мне нравится, что, при том, что мне очень нравился этот, как он назывался, моя любимая песня, как называлась, ребята, ну-ка, напишите мне. Господи, Ранавей, вот, Ранавей. Она была более, да, такая в стиле Гарри Поттера, вот, и по цветокору, и по снятой картинке, и по объему, как сказать, по антуражу, ну, да, поэтому по этой киношности. Тут мы немножечко этого оставили, но ушли в более какие-то резкие моменты, резкие цвета, резкие тона, резкие кадры, больше каких-то шумов здесь намешано, я имею в виду не цветов, а всяких других. Это уводит нас от картинки Гарри Поттера. Но вместе с тем, мне все равно нравится направление это, в которое мы движемся, это все очень сочетается с той музыкой, которую они постепенно, в которую они постепенно уходят, в такую, да, ракешную, с таким надрывом, с какой-то болью. И поэтому, вот, как будто бы, действительно, они раз за разом все больше нам обрисовывают, кто они такие, tomorrow, by together, я имею в виду как артисты, я не про вселенную, а про те клипы, которые они снимают, и ту музыку, которую мы сейчас от них слышим. В общем, тьма у меня, эмоции, я хочу еще пересмотреть. Мне кажется, вот прям чувствую, у меня такое ощущение, еще реакция не закончилась, а у меня ощущение неполноценности, что я просто не способна выразить всей той опупенности, которая только что происходила, и отметить прям каждый моментик, который меня зацепил. Куль, куль. Ладно, ребята, это, если честно, еще не конец реакции. Я сказала, что Tomorrow by Together были самыми ожидаемыми клипом, но есть еще кое-что очень мною ожидаемое, и это не совсем клип, это Way of Flying Observe, все будет так. Это 30-минутная визуализация. Я не буду, я не буду даже пытаться. Мы с вами сейчас посмотрим, в общем-то, кусочек слэм, какой-то очень крутой. Я хотела дэнс-практику посмотреть, но потом вот мне сказали, что есть вот такое, то, что я каким-то образом пропустила, и я такая, ну давайте вместе поглядим. Поехали. Я так и не смогла объяснить, что это у нас было, но я просто сама не сильно знаю. О, посмотрите, какие пустыни, прям рели пустыни. А у него где-то уже был клип такой похожий. О-о-о-о! Вы видели, прям каждая мускулка на нем, и вот этот дракон у нас. Он там, девушка полетела. А тут сочетание фэнтези и каких-то арабских стран. Устает корабль, лихучек, она красивая, он только что сделал там вот это вот. Да, ну так закончилось. А, он парит. А я думаю, я думаю, что он там на крыше сидит. А он парит. Я не поняла, ребят, это было очень близко. Но там в каждом моменте, боже мой, боже мой, боже, такие огромные пространства нам показали. Это так достаточно для меня непривычно в кей-поп клипах. Но это ж не кей-поп, это сип-поп, и это не совсем сип-поп. Это вэй. Это вэй. С размаха. Лид, если его вспомнить, очень похоже по музыке и по грандиозности. По-другому не назовешь. Поэтому это прям вау. Мне понравились моменты с Вэм, где он двигался, и где подхватывали кадры, где он такой прям в изгибе, в изгибе. Вчера, он прям все. Дракон. Все, я замер. Ребята, я не знаю. Мне кажется, прям очень клево у нас завершилась с вами эта реакция. Я получила огромнейшее удовольствие. Девчонки, спасибо вам большое за ваши заявочки на клипы. Всем авиатам тоже, как всегда, спасибо большое. Поддержите спонсоров роликов в комментариях. Я вижу, что вы продолжаете их благодарить. Периодически спишите благодарности Светлане, Валюше. На этом, я думаю, пора завершить мульти-реакцию. Ждите новых роликов. Пока что все. Саран-саран, с вами была Доран. Люблю вас в целом. Пока-пока-пока.